Глава юридического комитета Сената республиканец Чак Грасли подтвердил, что ФБР предоставил результаты своей проверки обвинений в адрес кандидата в член Верховного суда США Брета Кавана. Грасли подчеркнул, что с этой информацией будут обращаться в том же порядке, как было установлено в 2009 году. Это означает, что текст доклада ФБР не будет доступен общественности. В нем нет выводов, а просто расшифровки ответов свидетелей на вопросы. Тема отношений Кавана с алкоголем не затрагивалась. Доклад предоставлен в единственном экземпляре. Он будет находиться в особо защищенном помещении Капитолия, предназначенном для секретных материалов. Доступ к докладу получат все 100 сенаторов и 10 сотрудников юридического комитета. Доклад также получил Белый дом и, согласно утечкам, не нашел в ней информации, подтверждающей, что Кавана совершал акты сексуального насилия. ФБР допросило 9 свидетелей. Среди них не было Кристин Блейзи Форд, которая выступила с обвинениями в адрес Кавана в прямом телеэфире. Ее адвокаты выразили глубокое сожаление этим фактом и предположили, что ФБР не заинтересована в установлении правды. Накануне президент Дональд Трамп высмеял Кристин Блейзи Форд на митинге, хотя ранее назвал ее заслуживающим внимания свидетелем. Белый дом пояснил этот парадокс следующим образом. «Безусловно, показания доктора Форд были убедительными, но невозможно принимать решения на основе эмоций. Они должны основываться на фактах». В распоряжении сторонников Кавана появился новый аргумент. Консервативный телеканал Fox News получил доступ к заявлениям бывшего бойфренда Форд, согласно которому она никогда не упоминала имени Кавана, никогда не боялась полетов на самолете, что утверждала ранее, а также помогала знакомой подготовиться к тесту на детекторе лжи. Это также противоречит ее показаниям. В свою очередь, недовольство выражают люди, утверждающие, что ФБР проигнорировала их показания. Либеральный журнал New Yorker сообщил, что готовность рассказать о прошлом Брэда Кавана высказали его бывшие однокурсники, однако агенты ФБР не контактировали с ними. Дебра Рамирес, которая утверждает, что Брэд Кавана проявил сексуальную агрессию по отношению к ней, заявила, что ФБР не допросила его знакомого, которому она рассказывала об этом инциденте. Сенатор Чак Грансли, ознакомившийся с расследованием ФБР, заявил, что в нем нет ни малейших догадательств виновности Брэда Кавана.